В память об отце Владимира Михайловича осталась только фотография. Снимок был сделан еще до войны. Не сохранились ни письма, ни похоронка. Он погиб 2 октября 1943 года. Владимир Михайлович был еще грудным ребенком. Семье пришлось уехать из родных мест. Поселок Кома Новоселовского района сменили на Шарыповское село. Долгие годы о судьбе отца Владимира Михайловича ничего не было известно. Из рассказов ветеранов узнали. Клушкин-старший похоронен на юге, в Краснодарском крае. В 1977 году я написал в Севастополе письмо. Оттуда пришел ответ. Я везде фотографию перефотографировал и везде в конверт высылал. Мне оттуда ответ пришел, что ваш отец похоронен в Краснодарский край. Но почему-то написано было в Станице Благовестинске, а вообще Белогурске, Белоресинске. Может переименовали, не знаю. В братской могиле похоронены 38 человек. Имена всех известны. Среди них старшина Клушкин Михаил Степанович. Его потомкам ни разу не удалось съездить на юг и возложить цветы к надгробию. На памятнике в селе не вбито имени погибшего старшины. Поэтому родные Клушкина надеются на помощь добровольцев. Этот проект находит одобрение у всех, кто связан с историей. Как здорово, что существуют такие мероприятия, как подобные автопробеги. Ведь это не просто действительно путешествия. Это такое организованное мероприятие, которое объединяет людей, готовых преодолевать большие расстояния для посещения, не побоюсь этого слова, святых мест. Мест захоронения их родных. Это позволяет еще раз напомнить о своих родных, почтить их память. И это большое дело для воспитания именно молодого поколения. Пробег автопатриоты стартует уже завтра. Но мы будем продолжать рассказывать фронтовые истории и дальше. Александра Репева, Дмитрий Шевцов. Новости. Партнер проекта – компания «Артик Тракс Россия». Расширяй свои границы.